Короче, открыли эту большую коробку, там внутри оказался огромнейший просто журнал-инструкция. Куча пакетов. Как вы видите, толстая такая, прям все тут детально, тут шаг за шагом расписано. 56 страниц. Крылья тут, куча пакетов. В общем, мы тут надолго. Так же, как и вагон. Какие-то наклейки еще тут у нас есть. Супер, просто супер. Начинаем. В общем, мы решили сразу все пакеты не вскрывать, а высыпали в коробку только первый пакетик, так сказать, вместе с детальками мини-фигурок. Пока соберем их, но чтобы не путаться, потихоньку будем постепенно добавлять пакетики и уже продолжать сбор. Собрали наших героев, вот наши мини-фигурки. Что хотелось бы еще рассказать про них? Это Джестера. Он принял такой вид, когда они победили огненных монстров. И когда книга монстров приняла образ облака, его впустило в молнии, и он стал вот таким вот электрическим. Дальше. Генерал Гарк. Дальше. После того, как облако монстров оживило Джестера, они пошли в один заброшенный дом, и там они нашли статуи вот таких вот горгулий. Это генерал Гарк, которого оживили Джестеру и монстров. Джестер Мэйси. Мэйси. Это герой, который защищал королевство от вот этих вот монстров. Дальше. Вот этот глоблин. Он вот так вот катается, катается, и иногда вот так вот на рыцарей прыгает, и они не могут встать. Вот этот вот глоблин, он вот так вот едет к ним, и потом взрывается. Поэтому ему надо просто подойти, уйти, и он сам взорвется. Потом идет клей каменный. Это когда Джестера и монстры завладели запретной силой. Безжалостная ржавчина, и они решили всплынуть в доспехи рыцарей запретную силу, и у них стали ржавые доспехи. А на Клея это подействовало так, как заклинание. Он потом стал каменным, потом облако монстров его оживило, но Мерлок решил то, что если это сделало облако монстров, то он волшебник может снять заклятие лод, и он потом стал каменным добрым рыцарем. И потом вот такой вот кирпичик, это когда Джестера и монстры завладели силой полного обрушения, они пошли в какую-то деревню, там они запульнули запретную силу в дом, выскочил кирпич, Арнольд здесь делал лицо, руки, и облако монстров оживило его. Ну, в общем, вот такие вот у нас вышли мини-фигурки. Да, просто круто. Так, с мини-фигурками мы закончили, теперь необходимо собрать уже основную часть, основной массив наш, а именно каменного великана. Как известно в этом наборе, более 800 деталей, то есть это дело надолго. Сбор, конечно, этого уникальнейшего каменного разрушителя продвигается относительно медленно, но очень-очень интересно. Для более простого, так сказать, поиска наших элементов, мы решили разложить их по цветам, крупные элементы, ну, а мелкие уже насыпью оставить в коробке. Также, что интересно, внутренние элементы могут быть тут яркие, попадаются желтый яркий, такой зеленый, для того, чтобы проще было определяться с расположением деталей. также наклейки здесь сплошные, очень-очень качественно сделано, хороший пластик, все детальки хорошо у нас так сцепляются. Единственное, что держит в постоянном напряжении, это то, что здесь многие детали нестандартные, то есть, допустим, такие, которых я даже нигде и не встречал ранее, ни в каких наборах вот не попадались они мне вот такие всякие там палочки там и когда ищешь их, иногда создается впечатление, что их нет и где их потом искать, непонятно, но находятся, все детальки есть, все в наличии, все отлично. Вот мы и закончили сбор нашего набора, более подробно сейчас вам расскажет эксперт по лего, в чем заключается особенность данного каменного разрушителя, в чем его преимущества, какие подвижные элементы имеет, да и вообще все-все-все. Прошу. В общем, мы собрали этого каменного великана разрушителя, собирали мы его очень-не очень долго, несколько часов, ну давайте-ка я вам о нем немножко расскажу. Начнем, пожалуй, давайте снизу, то есть с ног. У него тут есть пальцы, они вот так вот двигаются по одной и то же самое на второй ноге. Сзади у него есть вот тут две клеточки. То есть ноги представляют собой тюрьму такую, да? Да. Камеры заключения представляют собой клетки для пленников. Туда можно сажать рыцарей, например, Месси или еще кого-то. ну и других лего-человечков и не только. Теперь давайте-ка про туловище. На туловище у него тут есть вот такой вот. внутри находится ящик для хранения, так? Да, ну вот еще есть механизм. Вот этот ящичек, вот внутри он легко откидывается, вот, можно там заполнить его чем-нибудь интересным, там, золотом, допустим, или каким-нибудь инвентарем и поставить внутрь. пока не будем давайте восторить. лежат оружие рыцарей, поскольку вот тут сидят сами рыцари. Да, если пленить рыцарей, то туда можно положить оружие и доспехи, шлемы, допустим. И все, это уже каменный великан разрушитель. Также на спине я вижу здесь расположены какие-то крутилочки. Что это такое? Это механизм, чтобы у него были вот эти вот крылья. А, это механизм для чего? Для того, чтобы у него крутились крылья и вот эта вот челюсть. А ну, давай попробуем. А ну, давай попробуй сейчас. Раз, раз, да, вообще круть. Да, так у него получается подвижная нижняя челюсть, да, вот, и крылья немножко движутся. Круть, круть. А я смотрю, зуба не хватает. Это так и было, видимо, указано точно-точно. Да, одного зуба у него не хватает. Такая грудь. Что еще у него там на лице может быть? есть брови, они подвижные, вот такие вот. То есть, здесь небольшая подвижность самих бровей, да? Угу. Понятно. И корона, на которой расположены запретные силы. Точно-точно. Так, а руки, что там у него? Руки, ну, тут вот есть рука с удовольствием, то есть я вижу кисть поворотная, кисть поворотная, поворачивается и... Четыре пальца. Четыре пальца. Они тоже вот так вот двигаются. Также тут есть вот такая вот бассейночка, она вот помогает нам. То есть механизм, чтобы рукой, управлять? Да. Тут же самое, вот механизм есть и на этой вот руке. На этой руке у нас также расположена и пушка, которая стреляет за прежненный бассейн. Да, то есть вот есть снаряды, получается, ну, барабанный вариант. Такие пушки часто встречаются в Лего. Поворотный вариант, поворачиваем и у нас есть шесть зарядов для выстрела. Вау, вообще круть прям. Да, набор так набор, огромнейший. Вот я думал, что он будет, конечно, поменьше, вот, но когда увидели саму коробку, поняли, что здесь будет что-то грандиозное. Значит, сзади вот есть крепление, это, кстати, ручка, да, чтобы его брать, поднимать. Вот так вот, как кофейная чашечка прям получается. она так и называется. И защелкивает. А ну, давайте прожуем какого-нибудь рыцаря. А ну, давай, кого поставим? Мэйси. А, нет, только не ешьте меня, нет, аааа. Да, очень крутяк. Вот, то есть, что еще хотел сказать по поводу качества исполнения. То есть, сборка была отличная, все детальки подогнаны, то есть, нет такого, что там что-то отваливается. Очень качественно. Вот, все рыцари тоже собраны модели качественно. Причем, вот, генерал Гарк, что интересно, у него крылья не пластиковые, да, а как бы как прорезиненный какой-то вот материал, как полиэтилен, что ли, плотный. Такие вот, хорошие тоже. Интересные. Ну что ж, теперь, когда у нас есть такой огромнейший монстр, да, каменный великан, можно устраивать серьезнейшие баталии. Ну, и на этом все. Всем спасибо и пока. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok